Всем привет! Сегодня будем красить яйца натуральными красителями, такими как луковая шелуха и чай каркаде. Пасхальные яйца получаются необычными, оригинальными и очень красивыми, а самое главное полностью безопасными, так как нет никакой химии. Первым делом измельчаем луковую шелуху. Лучше всего это делать обычными ножницами, так как в блендере могут получиться слишком маленькие кусочки. Затем такими же небольшими кусочками нарезаем чистую белую бумагу. Перемешиваем и начинаем подготавливать яйца. Берем сырое вымытое с мылом яйцо, опускаем его в чистую воду, обваливаем в подготовленной луковой шелухе. Немного шелухи кладем на кусок капрона, сверху помещаем яйцо, собираем края капрона в мешочек, плотно закручиваем, завязываем ниткой и распределяем луковую шелуху равномерно вокруг яйца. Такую процедуру повторяем со всеми яйцами. И складываем их в кастрюлю так, чтобы они не касались друг друга. Сверху высыпаем каркаде, оставшуюся луковую шелуху, соль, заливаем водой комнатной температуры и ставим на небольшой огонь. С момента закипания варим яйца 10 минут. Затем огонь выключаем и оставляем яйца в отваре на 30 минут. По истечении времени перекладываем их на несколько минут в холодную воду. Потом достаем и освобождаем от капрона и шелухи. Даем яйцам полностью высохнуть. А затем смазаем для придания блеска подсолнечным маслом. Вот и все! Красивые мраморные яйца на Пасху готовы! Помещаем каркаде в небольшую кастрюлю, заливаем водой комнатной температуры и отправляем на огонь. Чтобы быстрее закипело, накрываем крышкой. Как только чай закипит, добавляем в него столовый 9% уксус и закладываем в хорошо вымытые с мылом сырые яйца белого цвета. Для сравнения я возьму одно коричневое. Варим яйца на небольшом огне, не закрывая крышкой, 10 минут. Все это время яйца должны быть полностью покрыты жидкостью и лепестками каркаде. И желательно их в процессе варки несколько раз перевернуть. Спустя 10 минут выключаем огонь, но яйца из заварки не вынимаем. Дальше берем пленку для пищевых продуктов. Выкладываем на нее немного лепестков каркаде. Сверху помещаем яйцо, добавляем еще каркаде, а затем плотно заворачиваем. Такую процедуру повторяем со всеми яйцами. Следите, чтобы оставшиеся в кастрюле яйца были полностью закрыты жидкостью и каркаде. С белыми я уже закончила, теперь черед коричневого. Как видим, она тоже неплохо окрасилась. Завернем его также в пленку с каркаде, даем яйцам полежать 2-3 минуты. А затем снимаем пленку и убираем каркаде. По мере высыхания яйца меняют цвет с серого на синий. Раступает рисунок, яйца становятся яркими и красивыми. Чтобы наши яйца стали еще ярче, натираем их подсолнечным маслом. Затем промакиваем салфеткой. Вот и все. Пасхальные мраморные яйца без химических красителей готовы. Как можно еще красиво покрасить яйца на Пасху, смотрите в подсказках. Ссылки также есть в описании под видео. Вкусной вам Пасхи, красивых яиц и хорошего настроения. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!